И несколько впечатляющих цифр о третьей волне пандемии. Март и апрель будут самыми горячими. По состоянию на 4 марта в больницах находится 20 763 подтвержденных больных коронавирусом. Интересно, что цифра уже превысила. Осенний максимум госпитализации 20 550 человек. Недельная скорость заполнения больниц поднялась до 638 коек в день. В первую волну скорость доходила до 525 коек. По темпам госпитализации лидирует Киев. Главный санитарный врач Виктор Лишко публично сообщил, что из 20 образцов вируса, взятых в Ивано-Франковской области, в двух случаях подтверждена мутация, подобная британской. Прогнозируется, что весна будет тяжелой, а спад заболеваемости может начаться в мае. Кроме того, весной у людей понижается иммунитет, они становятся более уязвимы даже для обычного насморка. И о повышении смертности. Из 8446 пациентов, лежащих на ИВЛ, выжили меньше тысяч. И о разнице между вакцинами Ковишилд и Астрозенека. Индийская вакцина содержит в себе в 200 раз больше вирусных частиц, чем британская. То есть компания несколько изменила технологию. Правда, доктор медицинских наук Александр Гриневич говорит, что разными называть вакцины нельзя. Вакцина одна и та же. Просто большее число частиц аденовируса, который содержит индийский препарат, может вызывать повышенную реагентность, скачок температуры и боль в месте укола. Кстати, к вакцинам Ковишилд готовится Канада, где этот препарат прошел регистрацию. Страна получила 20 миллионов доз Астрозенеки. Преждевременное старение организма – это одно из вполне вероятных последствий Ковида, перенесенного даже в средней или легкой форме. Так что Ковид забирает ресурсы и приближает старость. Поэтому стоит прислушаться к пожеланию генерального директора Славоческой больницы. Дивимось зараз, что происходит с третьей хвилией. Третья хвиля немного тяжелая протекает. До речи, вражаются молодые версты населенные. 20 плюс, 20 и старше. Даже дети уже хворяют и в детей диагностуются ковидные пневмонии. Ранее этого не было. Поэтому я закликаю жителей, если будет возможность, она будет, готовьтесь до вакцинации. До вакцинации готовиться нужно. Цю вакцинацию нужно пройти, потому что практически это единственный шанс не забирать, а если забирать, то забирать в легкой форме. Поэтому я всех закликаю, нам нужно будет вакцинать. Совершенно очевидно, что нужны строгие санитарные меры, нужен контроль и нужна вакцинация. А цифры подтверждают серьезность прогнозов и нашествие третьей волны.